Данис нужно показывать результат, что на другого уровня. Как минимум на 10 баллов больше нужно было набирать. Фигуристы из Дании. Лоренц Фурнье Бодри и ее партнер Николас Саренсис. Известный фигурист, выступал он ранее. Да и партнерша так же выступала ранее с другим партнером. Ну и вот вместе они не так давно стали чемпионами Дании. Но на международном уровне выступают фактически чуть ли не впервые в таком составе. Поскольку у них нет лучших результатов ни в коротком, ни в произвольном танцах. И вот ту оценку, которую они сейчас получат и станет, так сказать, начальным, началом пути. Именно этот результат будет их личным рекордом. Начинают они неплохо. Хорошую серию Двизл, в отличие от предыдущего дуэта, они выдали серию, которую арбитры оценили четвертым уровнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень уверенно справились они с двумя секциями шинстепа, получив за первую секцию третий уровень, за второй, наивысший, четвертый. Пока все очень даже неплохо у датчан. Партнерша, кстати, родилась в Канаде. Она из Канады, но вот сейчас выступает за Данью. Мы видим, что очень много таких примеров, когда объединяются фигуристы из разных стран. Это разрешено правилами. В той же Канаде очень непросто выделиться на очень высоком фоне. Мы знаем, там, выдающиеся дуэты есть в Канаде. Поэтому принимается такое решение выступать за другую страну. Ну и надо сказать, что очень неплохой, продемонстрировали они короткий танец. И сумма, посмотрите, за технику очень высокая сумма. Второй дуэт, который за технической оценки получает оценку выше 30 баллов, 30-59, это пока лучший результат. Ну и не исключено, что они сейчас станут возглавят турнирную таблицу. Ну вот за что-то, я вижу, сняли с них 1 балл. За компоненты программы они получают оценку в районе 5,2-5,5. Ну да, эта оценка выступает той оценке, которую мы видели у тех же испанцев. Где-то могут показать 4-5 результат, несмотря на то, что в технике они всех пока превзошли. Ну вот за компоненты оценка не самая лучшая. Ну так что пока их выход в произвольный танец подстается под вопросом. Сейчас тоже важно, будут они сейчас четвертыми или пятыми. Тут каждое место играет большую роль, у которых большое значение. Потому что четвертое место может стать пропуском в произвольный танец, а пятое уже оставить за бортом. Да, они с суммой 51,92 балла занимают лишь пятое место. Некое вот такое разочарование на лицах тренерского коллектива. Потому что пятое место отнюдь не гарантирует в данный момент выход в произвольный танец, потому что впереди еще выступление.